Всем привет, мои хорошие! Всем-всем-всем желаю вам хорошего дня! Всех вас целую и люблю! До Луны и обратно! Сегодня я хотела бы представить вашему вниманию один канал Дика Орхидея. Как вы помните, это канал Алини Тесаевой. Раньше у неё канал так назывался, потом она, ей что-то там неправильно сделали, и получается, ей пришлось создать второй канал. Пожалуйста, зайдите, поддержите её. Она вложила столько души, столько денег вложила на рекламу этого канала, и всё пошло на смарку. И вот пришлось, она набрала 5 с лишним тысяч подписчиков, и всё получается зря. Это столько нервов, столько времени, столько денег. И вот сейчас она создала второй канал. Пожалуйста, перейдите по ссылочке. Я ссылочку оставлю в описании видео. Зайдите, подпишитесь, поддержите её. Дорогие девочки, всем привет! Меня зовут Алина, я из города Грозный. Приглашаю вас к себе на канал. На моём канале вы найдёте очень много чего интересного. Я надеюсь, что вам понравится. Я занимаюсь творчеством, и из холодного фарфора делаю вот такие потрясающие цветы. И на своём канале я вас тоже научу делать такую красоту, и расскажу рецепт холодного фарфора. Из обычного чайника делаю шедевр, и вы тоже этому научитесь. Покажу всю красоту Чеченской республики. Заходите ко мне в гости, и вы сами всё увидите, и надеюсь, что вы со мной останетесь. Также я показываю некоторые эксперименты с детьми, делаю вкусные рецепты и украшения ручной работы. Вот девчуля, сделала такой завтрак. Это муж сегодня тоже сейчас дома. Он на завтрак тоже попал. В общем, кашу манную попросили они сварить. Сыр, вот видите, у меня два вида сыра. Один с улугуни, один вот этот в банке, который я вам показывала. Муж кашу ест с солью. Дети с сахаром, поэтому я её варю без ничего, и они уже каждый сам себе в тарелку добавляют. Вот это масло, это натуральное масло сливочное, то есть это домашнее масло, это не с магазина. Это у меня соседка, у них корова. Вот она его сама бьёт, это масло и продаёт. Меня кто-то спрашивал, вы корову держите? Нет, абсолютно мы ничего не держим. Всё покупаем, но покупаем всегда натуральные продукты. Вот сыр, это всё натуралочка, это тоже домашний. Домашний. В общем, всё-всё-всё домашнее натуральное. Чак-чак тоже нам вчера принесли, угостили нас. Это тоже у нас здесь женщина одна делает. В общем, вот такие вот дела. Вышла копать картошку. Дожди прошли сильные. Вот это в сапогах у меня, это у меня сапоги огородные. Всё равно картошка мелкая. Ботва была хорошая, а картошка мелковатая. Как яйцо. Никогда у нас здесь картошка хорошая не урождалась. Никогда. Всё что угодно, только не картошка. Дожди прошли, а картошка сухая. Земля всё равно суховатая. Не грязная картошка. Вот её копаешь, а она сухая. Выбираю такие жирненькие кустики и вкопаю. Мне на лето хватит. Всё равно мы осенью картошку покупаем. Она у нас дешёвая. Здесь у нас поля. Люди сажают на полях. Поэтому с картохой я не заморачиваюсь. Вот на лето есть и есть. Это вообще мелкая. И пойдёт. Зато своё. Сейчас укропа сорву. Видите? Пойдёт. У меня здесь одна капуста. Сейчас вам хотела показать. Алина, давай мне камеру. Забирай перчатки. Картошку. Заноси в дом. Это я себе сажала цветную капусту. Смотрите. Одна дала уже. Говорят, с неё пюре делают. Кто худеет, тем прям в само то. Вот такая капуста хорошая. Но интересно, только одна главная. Наверное, те ещё не успели. Ещё подрастают. И вот дождь прошёл. И буквально после дождя вот такие вот огромные листья стали. Здесь у меня 20, по-моему, с чем-то кустов. Я не знаю, мои будут такое, есть не будут. Ну, в общем, это я для себя. Сегодня ходила тоже огурцы смотреть. Кабачок хотела. Прям не могу, как хочу кабачки. Пошла. Ничего там ещё нету. Малюсенькие, малюсенькие. Так, что мне ещё? Укроп надо сорвать. Я хочу картошку пожарить сейчас. Чищу картошку, поболтаю с вами. Хочу приготовить этот. Там у меня баранина жарится, но она у меня уже варёная баранина, но она жирноватая такая чуть-чуть. И вот на ней можно пожарить картошку. Но опять же, это я не себе делаю, там не подумайте, там сейчас кто-нибудь опять скажет, вот сейчас налопается. Это для семьи готовлю. Дети мясо постное выбирают. Муж вот ест жирное, он любит жирное мясо. Я тоже не любитель жирного мяса. Так, ну что, давайте поболтаем. Вот смотрите, я же выкладывала ролик, ролик, помните, назывался, где мы жарили чай. И он так вот, у меня прям в рейтинге нормально так прошёл. Вам понравилось, вы смотрели, много лайков поставили, много было просмотров. Ну и вот давайте про обычаи. Чуть-чуть я буду вам дозированно так рассказывать, как это вижу я со своей стороны, да, как вот новый человек, как это всё вижу я, как для меня это было, вот прям удивление. Ну вот давайте сначала про похороны. Я вам потом и свадьбу покажу. У нас как раз 27 числа намечается свадьба. У мужа племянника женится. И мы на эту свадьбу приглашены, но не то, что приглашены, мы как родственники, мы идём на эту свадьбу. Я вам всё, что смогу, отсниму, покажу. В общем, похороны. Что насчёт похорон? Вот умирает человек, да? Умирает, если это всё происходит в ауле, или если он сам с аула, он уже проживает в городе, в мечети, рано утром, говорят, это слышит весь аул, что умер такой-то, такой-то. Если все мужчины, ну, допустим, мужчины, на кладбище ходят только мужчины, все, кто свободный, или даже вот как мой муж работает, да, в ауле, он как бы может пойти. И то есть родственник, это не родственник. Знал ты этого человека, как бы просто так, косвенно, да? Все мужчины идут на кладбище, провожают в последний путь. Женщины в это время дома находятся, ворота открыты, все приходят, соболезнуют, весь аул, можно сказать почти, что весь аул приходит, соболезнуют. Родственники при этом не готовят, чтобы вот человек умер, тут же начинают готовить. На это есть соседи. Соседи скидываются, как вот по сегодняшнему дню у нас это, мы скидываемся соседями по 1000 рублей, покупаем там, допустим, едет кто-то один у нас там, покупает мясо, или покупаем курей, готовим, кормим тех людей, которые приехали издалека, самих родственников, у кого произошло горе. И так происходит 3 дня. Вот, допустим, один день, один переулок по 1000 рублей скидывается, другой день, другой переулок по 1000 рублей. То есть родственники готовки вообще не прикасаются. И вот они кормят и родственников, и непосредственно всех, кто к ним приехал, там издалека, даже из города. Ну, все, кто заходит, люди, всех сажают, всех кормят. Кроме, наверное, вот кто в ауле, кроме аульских, потому что они живут, можно сказать, рядом, могут сходить домой и поесть. Правильно? В общем, как-то вот так это все происходит. Люди приносят деньги. Допустим, если это соседи, то это по 1000 рублей. Если это родственники, то там суммы идут как минимум от 10 тысяч и больше, и выше. Кто 2, кто 3 тысячи. Вот так вот. Ну, родственники, да, уже суммы унесут большие. Вот так происходит 3 дня. Потом, потом, потом опять начинают жарить лакумы 3 дня подряд. Раздают, чтобы соседи помянули. Соседи, вот те, которые скидывались по 1000 рублей, допустим, как в нашем случае, вот эти 3 переулка, да, им разносят пакеты. Что в пакетах? В пакетах сладости, лимонады, лакумы. Вот так раздают 3 дня. Потом, потом до 52 дней, каждый четверг жарят, опять раздают все по соседям. Это поминают. Соседи приходят, родственники приходят, покупают коробки вот эти вот с конфетами, там, с печеньем, да, приносят. Это все ложится в пакет и все раздается. Потом непосредственно идет 52 дня. На 52 дня приходят также много людей, поминают, накрывают столы, делают пакеты. На все похороны, поминки несут деньги. Я же вам говорю, самое меньшее это 1000 рублей, это как вот ты, допустим, как сосед, не родственник. У родственников суммы абсолютно другие. Покупаются на эти деньги пакеты, на эти там, или на деньги родственников, самих, у кого произошло горе, там добавляют как-то все это. Покупают, едут на оптовки, покупают продукты. Не те продукты, с которых накрывать столы, это само собой. Раздают пакеты. Каждый пакет выходит от 1000 до 1500. Это каждому, кто приходит на 52 дня, помянуть. Что в пакетах? В пакеты ложат, я смотрю, вообще болтаю, у меня хоть включена камера. Включена. А этот, что ложат в пакеты? Пакеты очень огромные, большие здесь делают. Начинаем соль, рис, сахар, гречка, манка, подсолнечное масло, сливочное масло, сгущенка, что еще? Всякие-всякие сладости, сверху курица. То есть, ну, чтобы вы понимали, где-то вот тысячи, от тысячи до полторы тысячи пакет, шоколад, печенье, кофе, чай, вот это все ложится в пакетах. Пакетов делается, ну, самое меньше, самое меньше, штук 150, кто и 450 пакетов делает. Вы поняли, какие это суммы? Вот как вкладывают на эти похороны, поминки. И вот все, кто пришел на 52 дня, людей кормят, накрывают столы. После того, как люди поели, помянули, никакого спиртного, абсолютно на столах нету. То есть, просто покормить людей, чтобы человек помянул. После того, как встаешь, тебе дают этот пакет, который я вам только что сказала. В общем, вот так вот интересно здесь все это происходит. Потом годовщина. Перед годовщиной также родственники несут деньги, все это организовано так. Опять так же собираются эти пакеты. Бывает, что их не после того, как вас, как покормят, их раздают. Бывает, вечером возят по домам, как бы на год дают тебе понять, если тебе пакет привезли, что на год мы вас завтра ждем, у нас завтра годовщина. Вот в таком вот плане. То есть, когда я первый раз это все увидела, для меня это было, ну, ну, не шоком, но так интересно, в общем, такие здесь сами, допустим, как поминки проходят, очень много блюд подают, которых вот, ну, сейчас, конечно, я уже ем, а раньше для меня это я не могла, думала, боже мой, как можно это все съесть. Вот, допустим, с утра ты приходишь, тебе подают калмыцкий чай, вот с этими треугольниками, чай, халюва, их по-разному, по-черкесски халюва называют. Подают вот эти вот треугольники с калмыцким чаем, люди собираются, потом сажают за стол, за столом первая идет либжа, я вам как-то показывала в каком-то ролике, как мы ее готовили, либжа, либжа подается с курицей, с пастой, у нас называется паста, вообще это как мамалыга, с кукурузной, с белой кукурузы, потом в тарелку ложится вот эта паста, кусок хороший, такой большой, огромный кусок баранины, кусок курицы, подается с этой либжой, к этому же еще к мясу, допустим, к баранине подается соус, а по чипсу его здесь называют, это соус из сметаны, с чесночной солью, с перцем, макать вот эту баранину, после этого идет лапша, лапша подается, она сваренная лапша, то есть, вот эти, есть же макарона макфа, вот такая вот лапша сваренная и перемешана с айраном и со сметаной, и сверху посыпана вареным яйцом, тоже для меня это блюдо было вообще новое, я никогда такое не пробовала, вот, после этого подается жареный рис, это вот знаете как плов, как сладкий плов, он с изюмом подается, но это вот называют жареный рис, и помимо этого на столах стоит все, вот все, что хочешь, фрукты, овощи, лимонады, конфеты, в общем, все, все, все вот это стоит на столах и нету спиртного, то есть, человек пришел просто по минуту, никакого, абсолютно никакого этого, ничего здесь нет, то есть, вот так вот для меня это было и удивлением, и так это вот мне понравилось, одна крупная попалась, смотрите, в общем, вот такие вот здесь обычаи интересные, вот сейчас свадьба будет у мужа-блемянника, мы пойдем, я вам тоже покажу, сниму, на свадьбе я тоже здесь была, вот, ну, конечно, с нашими свадьбами не сравнить, ну, не то, что в плохом смысле не сравнить, у каждого аж по-разному, ну, все интересно так проходит, играет гармошка, такая, знаете, прям обстановка, я тебе дам, вызывают гармонистов, это так все заводит, дети танцуют, там, мужчины, женщины танцуют, ну, в общем, интересно так проходит, вот я вам как раз покажу, эта свадьба будет именно настоящая, то есть, без ресторана, без ничего, все будет дома происходить, ну, нравится мне, вот, все, все мне очень интересно, вот, все, что я происходит, все мне очень интересно, все нравится, и вот, видите, соседи, как вот дружно, то есть, там нету такого сказать, у меня нету денег, да, потому, произошло горе, идут, люди занимают, или, знают, у кого-то деньги есть массово, да, приходят, на всех соседей занимают, и там, у кого пенсии, у кого какие-то зарплаты, и в кучу собирают, там, через недельку, через две отдают, то есть, ты не можешь сказать, у меня нету этой тысячи, да, я скидываться не буду, и в таком вот плане нету, найди, займи, это своего рода инвестиции, вот смотрите, сейчас, вот, допустим, взять те же похороны, да, люди несут деньги, я же вам говорю, родственники, у родственников другие суммы, у соседей там, допустим, ну, минималка, это тысяча рублей, ты меньше сейчас чем тысячи, и ты никуда не пойдешь, это своего рода инвестиции, то есть, это какой-то, знаете, как общак какой-то, который вот гуляет по республике, вот, похороны у тебя, да, тебе несут, несут деньги, ты запоминаешь, да, кто примерно сколько принес, и у того человека, у кого там случается горе, ты же, ты меньше этой суммы, ты не можешь понести, то есть, ты несешь сумму, как минимум, равноценную, если не больше, и вот получается, коснись тебя горя, твоя инвестиция, все, что ты вкладывал за всю свою жизнь, да, она возвращается тебе, то есть, так же по свадьбе, вот, свадьба, все несут деньги, потом, и у них же, когда-то будут свадьбы, у их детей там, или у родственников, да, как минимум, тебе принесут столько же, но никак не меньше, так что, вот это вот, мне очень здесь вот нравится, такая сплоченность, что, в горе, ты не остаешься один на один, ни по финансам, ни, ни просто, морально, ты не остаешься один на один, ни материально, ни один на один не остаешься, все, что ты за всю жизнь делаешь, мы вот носим, у кого какие-то похороны, какие-то свадьбы, куда-то скидываемся, то есть, это наши инвестиции, у нас, у меня две дочки, сын, то есть, у нас тоже будет когда-то, радость в доме, да, у нас какие-то свадьбы будут, дочек будем замуж отдавать, я знаю, что вот те деньги, которые мы носили, 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 да, вот сколько мы здесь лет, они нам вернутся, эти деньги, если не в таком же, как минимум, в таком же размере, как бы не больше, так что, вот здесь люди, видите, как на вот на это смотрят, что рука как бы, как бы не рука руку моет, а как бы вот, ну, в общем, мы поняли, то есть, ты не бесполезно вкладываешь эти деньги, они тебе в любом случае, на твое мероприятие, всегда вернутся, так, пойду посмотрю, сейчас, что у меня там с бараниной, уже начинает все шквартир, все, помешала, в общем, вот так вот, все очень так интересно, все это проходит здесь, то есть, так сплоченно, так организовано все, то есть, я когда вот приехала, первое, первое время это все увидела, ну, в общем, прям вот есть чему позавидовать, да, ну, в смысле, в хорошем смысле, очень интересно, и человек, вот знаете, когда горе произошло, вокруг тебя столько и соседей, и родственников, не только один день, да, на протяжении вот этих всех, там, 52 дня, потому что каждый четверг приходят, соседи, родственники, жарят, это раздают, ты как-то отвлекаешься, я раньше наоборот думала, что когда у тебя что-то произошло, хочется зарыться, да, и никого не видеть, нет, и вот это вот время, вот такие до 52 дня, то есть это намного так лечит, помогает, что ты не один на один со своей бедой не остаешься, как-то тебя отвлекает, как-то время проходит, боль, хоть она никогда, конечно, не отступит, но хоть немножко она отступает из-за вот этого общения, что тот пришел, этот пришел, что надо пожарить, что надо раздать, что надо помянуть, вот как-то так, то есть очень вот мне, очень мне вот это вот все нравится, настолько мне это вот, ну как бы близко уже стало, да, и вот по, а также вот по деньгам, что везде несут, 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 это вот своего рода, да, вот такой вот общак получается, который к тебе тоже возвращается, так, ну что, начистила, ну я потихоньку вам буду вот так вот рассказывать, я не знаю, может быть, вот кто меня смотрит из Черкеска, может кто-то со мной не согласится, но я вот вижу это так, вот именно так я это вижу, я знаю, что из Черкеска меня смотрят, то есть вижу это все в хорошем смысле, то есть мне это так нравится, все, начистила картошку, я думаю, хватит, вот столичка, не, все равно свой огород, это, это хорошо, это вот пошел, выкопал, ну просто не в таких количествах, я хочу чуть поменьше, деревья посажу осенью вместе с вами, поедем в питомник, оставлю вот кусочек огорода для души, ладно, мои хорошие, все, на этом я с вами сегодня прощаюсь, все, всем пока-пока, всех вас целую, люблю, до луны и обратно, до луны и обратно, все, все, Продолжение следует...